Просыпайтесь, дети света. В жизни каждого геймера наступает момент, когда появляется желание поиграть во что-то особенное, отстраниться от реального мира и погрузиться в какой-нибудь простенький проект. Слова благодарности я искренне передаю ZGameCompany, которая спасала меня в таких неприятных ситуациях. Каждая их игра уникальная. Сначала я полетал за лепесток через серию красивых и безмятежных пейзажей, а потом руки дошли уже и до Джорни. Я более чем уверен, что вы о ней хотя бы слышали. Когда перед началом захватывающего приключения к тебе подбрасывают NPC в точности похожего на тебя, и вы вдвоем летаете, изучаете, перекрикиваясь между собой, делая вид, что вы общаетесь и понимаете друг друга. Но каково было мое удивление, когда на середине я осознал, что это не просто NPC, а реальный человек. Все это время мы, не зная друг друга, старались не отставать, кооперировались в поисках секретов и сумели дойти до финала. Настолько меня зацепила эта игра, что даже после ее прохождения я написал довольно трогательный пост. Почитайте, если вам интересно. И ведь это удивительно. Не каждая компания способна не только похвастаться списком игр, которые полюбили миллионы игроков по всему миру, но еще и забрать немалое количество наград. Дела у компании шли отлично, и, казалось бы, лучше уже некуда. Но в 2019-м стало понятно, что это лишь начало. Sky. Дети света. Начнем с того, что это главный проект, ставший переломным моментом Z Game Company. Несмотря на то, что изначально игра была эксклюзивом для яблочных юзеров, и только потом она стала доступна на всех платформах, это был успех. Игра сформировала вокруг себя огромное просветающее сообщество, выделяющееся своим отношением друг к другу. Именно это и сделало игру любимой для каждого игрока, который хоть раз попадал в этот прекрасный мир. Что доказывают не только полученные награды, но и даже несколько побитых мировых рекордов. Один из которых за самый масштабный виртуальный концерт, на котором было свыше 10 тысяч игроков. Мне вот, кстати, удосужилось на нем побывать. Но вот, сколько бы я ее не нахваливал, надо бы сначала разобраться, что такое Sky. Чаще всего его называют духовным наследником Джорни. Главная схожесть этих двух проектов, это сосредоточенность на исследовании, сотрудничестве и эмоциональном путешествии персонажа. Вы начинаете играть за дитя света, который только-только открывает для себя этот мир, наполненный чудесами и магией. Из красивых и запоминающихся мест тут можно выделить каждую локацию, даже... А красивый художественный стиль и успокаивающая музыка лишь дополняет расслабление во время своего первого полета по облакам. Игра создана для того, чтобы вы могли наслаждаться ею в своем собственном темпе, и в нее можно играть как в одиночку, так и с друзьями. Sky сумел создать свою собственную уникальную личность с более открытым и непрерывным сюжетом. Ключевое слово – непрерывным. После прохождения основной сюжетной линии, игроки лишь откроют для себя новые элементы повествования и доступ к новому контенту. Что побуждает не забрасывать ее, а лишь наоборот, продолжать играть еще больше. Sky – это игра, которая предлагает что-то для всех, будь ты начинающий или уже опытный игрок. Да даже новичкам будет легко разобраться с тем, с чем ему придется ознакомиться в игре. А этого... не особо-то и много. В первую очередь в Sky есть валюта – свечи, сердца и парочка других. Одни получаешь, пока гуляешь и поджигаешь свечки, собирая с них свет. Другие получаешь только с друзей или других игроков, что делает их труднодоступными в получении. А последние – только за повторное прохождение игры, так сказать. Из-за чего трачешь немало времени на их получение. А для чего нужна эта самая валюта? Все просто. Для кастомизации вашего SkyKid. Весь бюджет будет сливаться в одежку, безделушки и насмешки, ну или же слэш эмоций. Остается только найти тех, у кого можно будет скупить все это добро. Кого нам смог предложить Sky? Духов. Они играют важную роль в повествовании игры. У них есть своя предыстория, мотивы и роль в общем повествовании Sky. А их взаимодействие с игроком – это ключевой аспект эмоционального воздействия игры. Все, что нужно сделать – это зажечь духа и познакомиться с его историей. В конце мы получаем от него насмешку и возможность покупать всякие шмотки. Шмотки, говорю, вещи я бы хоть в сценарии написал. Шмотки, шмотки. Таких духов, ой, как немало. Поэтому копить на выкуп всего, что у них есть, придется очень, очень долго. Специально для новичков, которые уже ознакомились больше с новой игры, могу посоветовать группу ВКонтакте и Телеграм-канал, специально созданные по Sky. Не скажу, что это реклама, но именно там ежедневно выкладываются посты со скоплениями свечей, со свежей информацией. И в целом там есть то, на что игроки могут опираться, в том числе и я. Искать не придется, все будет в описании. А сейчас, имея представление о том, что это за игра, чем в ней вообще можно заниматься и куда тратить свое время, возникает вполне логичный вопрос. А зачем? Неужели эта игра стоит того, что некоторые люди тратят сумасшедшее количество часов для такого-то проекта? Какой смысл продолжать находиться в этой игре, если достаточно пройти ее один раз, собрать себе минималистичный сет на Скайкида и забыть? Я сам задавался таким вопросом и иронично, что через время сам же на него отвечаю. Что ж, сейчас и попробуем. Существует такое понятие в Скайе, называемое фарм свечей. Если вы заметили стрелочки возле иконки свечи, то наверняка поняли, что они означают. Если стрелочки три, то при сборе света свеча будет заполняться быстро. Если две стрелочки, то медленнее, если одна, то чуть-чуть. А если они полностью исчезли, то даже с больших скоплений получаешь мизерное пополнение. Суть фарма заключается в прогулке по всем локациям и сбору частиц света. В игре предостаточно мест, где этого света может быть очень много. Начиная от поджога огромных растений и мест, для посещения которых нужна помощь нескольких игроков, и заканчивая сбором ежедневных скоплений свечей и посещением специальных мест в нужное время. И вот когда эти стрелочки пропадают, то смысла дальше фармиться уже нет. А значит фарм прошел удачно. И так в день можно собирать в среднем по 15 свечей. Такое занятие, особенно ежедневное, может показаться очень нудным и скорее бессмысленным. Но для многих ребят, особенно для меня, это своего рода медитация. Когда ты стараешься совмещать приятное с полезным. А еще лучше устраивать такие заходы вместе с друзьями. Ведь никогда не знаешь, какие еще интересные моменты получится запечатлеть. Ура, мы на фарш. Но сообщество Скайя, особенно уже наигравшее достаточное количество времени в эту игру, придерживается принципа сохранения энного количества свечей и ожидания особых духов путников. Это рандомные духи, посещающие этот мир раз в две недели. У которых можно найти что-то интересное для себя и своей кастомизацией. Да и просто как коллекционирование раритетных вещей. Вот, к примеру, в игру скоро прибудет учитель танцев. Один из самых желанных духов за всю игру. А учитывая, что помимо этого в игру завозят много контента в виде целых ивентов и даже сезонов. Это само по себе прикольное занятие, от которого ловишь положительные эмоции. Что лишь побуждает продолжать ежедневно заходить в игру. Этим и цепляет Скай. Игра способна подарить игрокам множество уникальных впечатлений и воспоминаний. Существует множество причин, по которым этот значимый проект способен запасть в душу каждому. И некоторые из них вы сейчас и услышите. Скай в основном затянул меня своими пейзажами и атмосферой. Также есть моменты, над которыми можно поразмышлять. Например, как Эдем. Откуда он появился или он был всегда здесь? Атмосфера и локации, которые завораживают красотой. Или наоборот, разрухи вокруг. И коммуникация с другими игроками. Это просто нечто. Мечта из Форевер. Механика социальных взаимодействий в виде эмоций для меня показалась уникальной. И благодаря им можно выразить свое состояние, превращая игровой опыт в нечто особенное. Скай — это одна из игр, которая покоряется визуалом. Локации не замудренны, но тем не менее они завораживают, и их интересно изучать. Я бы назвала Скай неким тихим причалом для любителей созерцать. Это то самое место, которое я готова рекомендовать для тех, кто устал от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok